Дима, а вообще, как думаешь, у России есть будущее? Я люблю Россию, не хочу переезжать куда-то из-за всей этой поеботы. Скажем так, сейчас делается все, чтобы ответ был нет. Получится или нет, не знаю. Но движение идет в направлении, чтобы никакого будущего не было. Будет изоляция, будет нищета, преступность, криминал. Вы же понимаете, что подавляющее большинство проблем, которые принесет эта война, еще не начались. Вы же понимаете, что вот сейчас они отчитали, что они мобилизовали 300 тысяч. Мы не знаем, сколько на самом деле. Может быть 500, может быть 100. Но вот давайте возьмем официальные данные. У нас была группировка, там 300 тысяч. Мобилизовали 300 тысяч. Сейчас еще будет волна мобилизации. Таким образом наберется плавно миллион. Миллион человек. Вычтем погибших и гниющих в украинской земле. Ну давайте, пусть это будет 800 тысяч. 700 тысяч. 650. Неважно. У тебя в страну вернутся 650 тысяч человек с искалеченной психикой, получившие опыт безнаказанного грабежа, убийства и насилия. Многим из которых по 18, 20, 22 года. Это вот наше с вами поколение. Вы думаете, что они спокойно встроятся в общество и будут тихими покладистыми его членами? Или познав язык силы, оружия и вседозволенности, они продолжат заниматься всем тем же самым там. А еще я отсылаю вас к своему старому хайлайту, где я говорю, а что такое армия России? В Украине сейчас воюет армия Кадырова, армия Пригожина, армия Путина, армия ЛНР так называемый, армия так называемый ДНР. И, ну, вам не кажется, что это заложенная бомба? Что в какой-то момент они что-то все-таки не поделят друг с другом? Я один вижу в этом семена гражданской войны, которые уже посеяны и сейчас от полива кровью начнут всходить. А еще есть международная изоляция. И есть общее настроение мира, которое меня пугает, если честно, потому что пока мир себя ведет, цивилизованный мир я имею в виду, ведет себя так, что чумной барак надо просто закрыть и вот максимально законопатить все щели. То есть это значит изоляция. То есть никто не поможет. И в этой связи о каком будущем мы говорим? Ну вот такое будущее будет. То есть если вопрос, есть ли у России в принципе будущее? Есть. Каким оно будет? Ой, не факт, что радостно. И, ну, мне трудно поверить в то, что по прошествии вот всего вот этого вот колеса ужаса Россия останется в полном составе, что не будет раскола страны. Мне слабо в это верится. То есть это очень такая как бы зыбкая грань. Но вот интуитивно, мне кажется, что все идет к расколу страны. Прям физическому, территориальному. А самое страшное будет, если мир действительно решит законопатить чумной барак, потому что мы много сравниваем эту войну с великой отечественной. Но по факту она больше похожа на Первую мировую. Что бывает после того, как в Первой мировой войне страна-агрессор получает пизды. После этого у нее накрывается экономика. Она получает оплеухи всего мира. Она ввергается в долги, нищету и запустение. Появляется фигура авторитарного лидера, который поднимает реваншистские настроения. И на правах оскорбленных, униженных людей с попранным достоинством, они начинают другую, несопоставимую, более страшную войну против всего мира. Потому что этот мир от них отвернулся. Именно вот этого, на мой взгляд, сейчас очень важно будет не допустить. Потому что вот этот вот приток реваншизма, он неизбежно будет после любой проигранной войны. А Россия эту войну проиграет. Покажите мне сценарий, в котором все вот это вот, и это я, мягко говоря, не все перечислил, не ебанет. Ну, до какой степени проносить будет нас с вами. Потому что я об этом говорил, по-моему, в 19-м году. Мы с вами живем в сценарии катастрофы. Буквально. И то, что нас как бы проносит мимо нее с завидной частотой, не значит, что в конце ее не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...